Виктор Саламакин оттачивает полученные навыки в спортзале на протяжении пяти лет. И как он утверждает, мастерство, над которым регулярно работаешь, улучшается только в спортзале. А по-настоящему проверить, насколько ты усвоил занятия, можно только на реальных соревнованиях. Этот спорт как бы дает тебе силы. И если надо будет драться, то это надо доказать, что ты сильный спортсмен, ты все умеешь. Во взрослой жизни мне кикбоксинг поможет защищаться от преступников и поможет рассказать своим детям, как я занимался, чего достиг. Вместе с Виктором показать свои способности и пополнить коллекцию своих медалей в прошлые выходные изъявили желание 118 спортсменов. В детской юношеской спортшколе проходили соревнования по кикбоксингу, посвященные Дню сотрудников службы безопасности. Состоявшиеся в субботу бои прошли и в честь нашего земляка, который служил в Центре специального назначения ФСБ России Руслана Холбана. Это внутриклубные соревнования, они внутри города формируют команду для дальнейшего участия в республиканских и других соревнованиях. А так, это соревновательное соревнование между клубами, между детишками, чтобы они почувствовали своих соперников, разных соперников, для того, чтобы они дальше могли уже продолжать соревноваться. Возраст участников был от 8 лет и старше. Сильнейшие кикбоксеры представили 11 клубов, которые были не только из Нефтекамска, но и Янаула, Агидели, Салавата, Туймазов и Чайковска. Здесь, наряду с соревнованиями, вниманию присутствующих были представлены показательные бои профессиональных спортсменов. При открытии данного соревнования я процитировал Владимира Путина, президента Российской Федерации. Спорт и спорт высоких достижений – это труд, дисциплина и колоссальная работа. В связи с этим, это параллель, что службы, что указанного вида спорта и в целом спорт, они уже в себе воспитывают дух, выносливость. И я считаю, чувство патриотизма развивается, что неотъемлемой частью нашей службы является. Победителями были выбраны спортсмены в 15 возрастных категориях. Среди них Валерий Александров, Арслан Ахметов, Айваз Аксемединов, Тимур Низамов, Марсель Музафаров, Ратмир Галимьянов, Денис Сахибгареев и Кирилл Фирулев. Первых мест удостоились также Иронис Минигалеев, Егор Катаев, Бильдан Гельмулин, Артур Рыбаев, Алексей Бойтуков, Эмиль Галимьянов и Искандер Фархуддинов. Татьяна Галиева, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова